Всем привет, ребята! Меня зовут Ксения и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам топ-5 самых крутых, на мой взгляд, лайфхаков, которые облегчат и частично упростят вашу жизнь. Так что, если вам интересно, то давайте начинать! Как избавиться от остатков воска в подсвечнике? Эта свеча у меня уже полностью догорела и, как вы можете заметить, в банке осталось еще много воска и нагара. И обычным мытьем здесь просто не обойтись. Но есть отличный быстрый способ очистить баночку. Для этого нам необходимо залить кипяток до верху емкости. Чем горячее будет вода, тем лучше она соберет все остатки воска. И то же самое проделываю с еще тремя подсвечниками. Кстати, данные подсвечники я покупала в Айкеа. Затем воду нужно охладить. Для этого можно подождать минут 20-30, но для быстрого действия просто поместите в холодильник или морозильник баночку на 5 минут. Таким способом происходит реакция расщепления при кипятке и при охлаждении весь воск поднялся наверх, образовав однородную массу, которую мы просто вытаскиваем из нашей емкости. И вуаля! Баночка чистая и можно повторить процедуру, если у вас еще остался воск. Но если его нет, вы просто ее помойте с мылом и все. И я, кстати, решила эту баночку применить под кисточки косметические. Она прекрасно смотрится на бьюти-столике. Так что я считаю, что это отличный лайфхак и очень полезный. Как устранить заедание молнии на одежде и сумках? И вот мой новый рюкзак, на котором стало часто заедать молнии. Если не предотвратить данную проблему, то есть вероятность того, что змейка рано или поздно сломается. Чтобы этого избежать, возьмите обычную восковую свечу и проведите воском по предварительно закрытой молнии. Проделывайте данную процедуру с открытием и закрытием молнии как можно чаще. И все. Теперь вам не придется чинить змейку и вы можете быть спокойны и уверены в том, что она не сломается. Потому что после этой процедуры змейка будет работать просто на отлично. Как свободно перелистывать страницы в журнале без торможения? Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, особенно когда листаешь глянцевые журналы или книги с эластичными страницами. И в один момент ваш палец просто не хочет работать. Это странно, но такое бывает и для этого есть особый способ. Нам понадобится обычная резинка для денег или как ее еще называют резиновые колечки. Просто намотаете ее на палец и все готово. Теперь страницы перелистываются без торможения. Как убить бактерии на помаде? Я уверена, что все из вас знают, что нельзя одалживать и давать пользование предметы вашей личной гигиены. И если у вас сложилась такая ситуация и вы одолжили своему другу или подруге гигиеническую помаду или любую другую помаду, то вам обязательно нужно убить все бактерии на ней, чтобы не получить никакой инфекции на своих губах. Для этого помаду в открытом виде мы ложим в морозильник на 24 часа. Именно за этот период времени убьются абсолютно все бактерии при низкой температуре морозильников. Как убить бактерии на расческе? Если вы учитесь где-то в школе, то ваша одноклассница обязательно попросит у вас расчесаться вашей расческой. И если вы одолжили эту расческу, вам понадобится также продезинфицировать ее. Ее тоже можно положить в морозильник, но это не особо хороший вариант, я вам скажу, особенно если ваша расческа деревянная или из натурального материала. Для этого достаточно будет на ватный диск нанести обильное количество спирта, и вы просто протираете зубчики вашей расчески. Старайтесь это делать обильно, так чтобы спирт хорошо пропитался, тем самым вы снимете лишний жир и убьете бактерии, находящиеся на этой расческе. На этом все, ребята. Я очень надеюсь, что это видео было полезным и интересным для вас. Если это так, то не забывайте поддерживать меня пальчиками вверх, мне будет очень приятно. А также, если ты новый зритель, то не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выход моих новых видео. И да, увидимся скоро в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok